ребята всем привет снова мы ярослав на ремонт мы продолжаем нашу дегустацию прошлый раз у нас был кофе mehmed fnd если вдруг его не смотрели здесь вверху будет всплывашка обязательно переходите посмотрите а интересные получился обзорчик но сегодня у нас кое-что другое то что мы считали старым она оказалась не таким старым как мы считали и смутной историей да с темным прошлым каким-то непонятным и так сегодня у нас настоящий итальянский мафиози кофе сигафредо мазетти коста-рика пару слов давай ты пару слов все-таки да сигафредо занетти бренд основан в 1973 году там история дед и отец одного человека персонажа какого-то продавали зеленый кофе а потом этот персонаж решил продавать ну сделать фабрику и продавать обжаренный кофе но его имя не упоминается да то есть получается так что именно как вот типа завод сигафредо занетти до семьдесят втором году образовался уже когда 70 73 году когда именно уже начали кофе обжаривать да но там на самом деле еще были предки которые выращивали скажем так кофе его просто зеленым то есть его не обжаривали собственного не было мы тоже можем на риман может как придумать историю что я вот здесь продаю кофе на самом деле выращивали и во первых на римана какой-то прапрапрапрапратит он впервые кофе заварил да поэтому надо же какую-то мутную создать история а я хочу добавить что а сигафредо занимает одно из лидирующих позиций в линейке хорика а у них заводы кстати по обжарке кофе там находится в очень многие странах там и бразилии сша и франции и нидерланды и польша и еще много где вот что касается конкретно кофе коста-рика сигафреда это у нас центральная америка и он отличается мягким вкусом фруктовыми нотками орехом там и прочим практически то же самое что пишут везде это мы почитаем на что обратил внимание на риман на то что на пачке не написано ни состава не помола вообще ничего то есть просто написано коста-рика и вот почему-то внизу написано мокко типа изображена кстати мокко типа наверное это помол для мокко либо это сорт мокко видишь и и кстати нарисовано вот слева мокко гейзерная кофеварочка да интенсивные и ароматные густо фрутало сбоку написано сто процентов я думал арабика написано сто процентов коста-рика старика то есть это сто процентов коста-рика а дальше гадаете сами и так прежде чем мы перейдем до к вскрытию я зачитаю кредо компании открыть миру культуру и привлекательность истинного итальянского эспрессо погнали вскрываться и так по дизайну я хочу заметить что да здесь есть клапан через который кофе валиф пачку да здесь дырочка кстати вот миленькая есть да как я уже раньше упоминал здесь к сожалению нету никакого вообще описание касательно помола по итальянски вижу там написано очень вкусно да ароматно и также еще хочу отметить что нету никакого типа ну да зипов в принципе ну наклейка обычно идет такая помнишь скотчек называл до скотчки вот здесь тоже нету поэтому если уж вскрывать то вскрывать уже как бы наверняка и опять неправильно вскрыл нам же советовали что нужно как-то разрывать разнимать что потом обратно заклеить неси новую пачку ладно а я исправлюсь следующем в следующей серии боится чтобы мы могли немножко сыпать кофе поставить на полку спасибо вам дорогой человек и так кофе коста-рика прям перед вами давайте мы сейчас на него взглянем обратите внимание что первую степень либо в первую в первую очередь либо нас цвета такой тусклый либо кофе действительно очень темной обжарки но здесь это написано что он интенсивный если под интенсивностью подразумевается обжарка то пожалуй я здесь с ними соглашусь и где-то я еще где-то что-то не читал что он будет густо то есть я так понимаю густой густой будет при заваривании именно в мокко да что в остальном я не знаю что получится это будет очень грустно помол кстати реально и причем обрати внимание мы можем даже попробовать ее заварить под давлением в профессионалке мне кажется что если мы засыпем 16 грамм на двойной на двойную закладку на двойной холдер он будет подходящего помола не как можно попробовать ну можно рискнуть и финди был в пыли но мы забыли да вырежем это чтобы забыли итак давайте заваривать вперед итак мы заварили нашими способами но есть один маленький секретик маленький бонус вот в этом черненьком стаканчики черном ящике да на нем расскажет как мы варили а четвертый способ да мы решили добавить бонусный вариант мы заварили в рожковой кофеварке и то что у нас получилось мы еще пока не знаем что у нас получилось но к сожалению с помолом предварительно как бы забегу наперед скажу что помол к сожалению да для рожка не совсем подходит была неправильная экстракция она была слишком быстро слишком быстрый пролив но как это отразится на вкусе мы вот узнаем совсем скоро что это будет очень вкусно тогда мы тогда ставим такой помол везде итак мы пробуем удаляемся и вам совсем скоро все расскажем ну что итак друзья пока ярослав отходит от того что мы сейчас попробовали я попробую начать все четыре экземпляра особенно турка особенно мокко она прям очень особенная я даже не знаю как описать ее особенно дрянная ядреная наверно дрянной ядреная ядрена дрянная я скажу что на нашем опыте сколько роликов мы сняли то что мы сейчас попробовали в мокко это впервые вы знаете когда брал раньше пачку в руку коста-рику я всегда читал снизу мокко я думаю что это честно говоря сорт мокко то есть ну сорт мокко разновидность арабики да сорт мокко она отличается от арабики чем она более горькая с горчинкой и при этом у нее шоколадный вкус сейчас когда я вам показывал пачку я впервые с этой надписью увидел именно нарисованную мокко то есть я подумал что здесь специальный помол для мокко но когда я попробовал чашку я опять понял что походу здесь все таки не просто арабика здесь реальная мокко я объясню почему потому что все четыре экземпляра которые мы попробовали здесь отчетливо что отчетливо ощущается горечь мокко но не рабуста то есть ну рабуста у нее особенный запах мы бы сразу ее поняли одним словом мне кажется что здесь все такие но они пишут как арабика но под арабику и попадает мокко поэтому вот вот по оценке паси ярослава ярослав вам слово у меня ощущение что у меня все рецепторы сожжены на хрен потому что одно это реально из того что мы пробовали самый дерьмовый кофе который мы пробовали но но на мой вкус все ужасно горькое причем вот как на риман говорил я подумал что может быть мы испортили мокко ну то есть может мы как-то неправильно сварили там или рано или поздно выключили там не охладили там достаточно ну то есть вот эти были мы начинали с мокко же до сразу же мы начинали с турки турком турка было кстати из всего что мы попробовали только вот самое приятное если можно так выразиться потому что но там может быть наш монтажер ты меня называла оставит тот кусочек или вставит его сейчас да что мы обсуждали за кадром я хотел уже ставить чашку а потом второй глоток потому что я чувствую что здесь какой-то не не могу понять что это на входе хорошо а там потом когда водки выйдут мистер эндерсен слушай но я хочу сказать что прошибает прям вот электрический разряд через спутник мой мозг проходит в головной такой у меня передернул знаете если вдруг вам когда-нибудь придется допрашивать человека вы его привяжите к стулу а он будет засыпать он засыпает запрашивать не обязательно тогда электрошокер там со скандом или души там что там еще там как было в казино рояль там веревкой по яйцам бить достаточно просто приготовить ему чашку кофе сега фреда коста-рика в мокко и дать ему попробовать это будет поверьте это хардкор начало хорошая а когда кофе начинаешь глотать он попадает на курин языка я это сравнил как будто бы водки выпил да ну то есть вот вот как будто бы глоток водки потому что она как будто обжигает и горчит но и там все остальное горчит по всему рту и невозможно это отмыть и у меня до сих пор горько и до сих пор меня прошибает мне не вкусно ужасно я не знаю я бы сказал что это какой-то и не знаю жакей да хуже жакей я не знаю что поставить для меня сложно поставить за цену ну все-таки жакей я думаю понимаешь ну ты возьмешь пачку жакей да ты возьмешь кофе а вот если ты сравнишь запах там допустим если мы говорим про запах жакей и сигафреда ну разумеется сигафреда я не знаю может это у меня опять же в голове сейчас что это итальянский бренд что ему там 50 лет что он конкурирует там слова отца пеллини и или и так далее может быть у меня такое мнение а может быть на самом деле и наиман если взять жакей итальяна то он будет лучше в чашке и в турке и в мокко чем вот тут хотите батл сигафреда коста-рика это позорище сигафреда это позорище хватит это перпять если хотите паку нам срочно плюсик ставим у нас кстати следую скоро будет новая рубрика ожидайте смотрите на канале вам я думаю понравится я не знаю что ставить все отвратительно и здесь отвратительно все и даже смотрите ребята какая интересная вещь наиман говорил что мы делали четвертый образец в кофемашине кофемашина готовит под давлением и просто кофе недостаточно мелкого помола он не успевает экстрагироваться в должным образом обычно если ты засыпаешь в рожок кофе крупного помола то чашка получается вода да ну то есть вода вода такая немножко кофейная водичка а он отвратительный такой же как и как будто бы он как будто он варился в турке но то есть он не вкусный они отличаются минимальнейшими оттенками но тем не менее как бы вот основной вкус у них у всех один остался разные сорта дерьма короче итак друзья перейдем к оценке я поставлю три с половиной балла я поставлю общую оценку потому что к сожалению ни один экземпляр у меня черт у меня сейчас просто мнение поменялось я не говорю о мнении имена сигафреда я говорю мнение именно коста-рики потому что ясно реально а реально получается что те люди которые у тебя рачо покупали они там реально лежат дома на полу поменялось поста-рика потому что но с этим кофе познакомился на и но именно с этим сортом я познакомился уже более десяти лет назад я очень много слышал положительных отзывов и я лично самого не пробовал и вот я словился на мнение своих покупателей ну и пачки там пахнет неплохо но я не знаю у меня такое ощущение что может быть кофе стал обжариваться по другой технологии может быть как и говорил ранее у него очень много у этой фирмы очень много фабрик по всей европе и возможно сейчас стал импортироваться к нам снова какого-то завода может быть там отличается сырье левачат еще может быть в кусты реки был сезон дождей какой-нибудь и испортил зерно может быть просто конкретно эта пачка обжарщик может быть на заводе эту кнопку нажал вот нам попалась партия говна мягко говоря мягкого мягкого жесткого говна все-таки до одним словом моя оценка три с половиной балла до три с половиной балла у нас было у зеленого жакея если мне не изменяет память зеленый жакей мой фаворит поэтому я не могу поставить также поэтому я поставлю 3 и того средняя оценка 325 а хочу еще раз подметить что мы оцениваем здесь только коста-рику есть много других сортов сигафреда обязательно мне уже самому стало интересно что у них тогда бразилию попробовать допустим либо мы возьмем там другие сорта бразилия перу либо мы возьмем интермете линейку моносортов мы можем взять линейку допустим да там у нас есть еще интермета купажи либо арабику которая идет не моносорта куску пажированы вот но все-таки потому что я насколько у меня всегда в голове почему-то сложилась картинка что сигафред это реальный такой вот конкурент как бы ловаться это хорошая хороший аналог ловаться вернана ловаться всегда правда вот как то сейчас а тут сейчас что-то произошло не так у меня в голове просто вся эта таблица сейчас перемешалась в лентину то вернана ловаться жакей сигафреда причем да где-то первые две позиции потом пропуск огромный такой а потом в конце идет жакей и сигафреда вот поэтому но рано все-таки нам оценивать в целом скажем так этот бренд но пока старики начало такое себе ну и больше сказать да нечего друзья спасибо большое что смотрели до конца обязательно пожалуйста есть подпишитесь если вдруг вы не подписан поделитесь друзьями да колокольчик мы последнее время стараемся чаще выходить в эфир поэтому поставьте колокольчик будет да и будет очень много чего интересного все до скорых встреч пока пока